Привет! Сегодня я расскажу сразу о трёх крутых модификациях, установив которые, ты превратишь обычную игру для плоского монитора в игру для шлема виртуальной реальности. У меня есть три параметра, по которым модификация получает статус «Крутая». Во-первых, это полная работоспособность, то есть игру можно пройти в шлеме целиком. Во-вторых, это поддержка контроллеров движения, а как же иначе, взаимодействовать с игровым миром руками – это одна из главных фишек виртуальной реальности. И в-третьих, чтобы установить модификацию, не нужно быть IT-специалистом, то есть она должна быть проста в инсталляции. Конечно, чтобы опробовать эти VR-модификации, а также множество других крутых VR-проектов, тебе сначала понадобится шлем виртуальной реальности. И я знаю место, где ты всегда сможешь себе его выбрать – это магазин «Виртуальные очки». Ребята в основном занимаются виртуальной и дополненной реальностью и предлагают огромный ассортимент продукции, как в наличии, так и под заказ с доставкой по всей России. У них-то можешь заказать как бюджетный Quest 2 и Pico 4, так и топовые Valve Index и Quest Pro. А убедиться в этом сам ты можешь по ссылке в описании. Первая игра, про которую я сегодня расскажу, и которая получила поддержку виртуальной реальности при помощи своих верных фанатов – это Firewatch. Игра, которая вышла в феврале 2016 года и покорила сердца людей своей атмосферой непринужденности и спокойствия. Посвящается она человеку, который работает смотрителем пожарной вышки в бескрайних лесах штата Вайоминг, США. Главный герой – Генри. Из-за проблем в семье он пытается забыться и устраиваться на работу вдали от цивилизации. Хоть поначалу и кажется, что нам предстоит легкая прогулка на свежем воздухе, на самом деле эта история окутана туманом тайн и интриг. То дети пиротехникой балуются, то проводку погрызли какие-то псины, а вот мне лишнюю форточку сделали в окне. Неприятно. Ну, а по сути, это симулятор ходьбы. И, конечно, большую часть времени тут придется просто куда-то топать на своих двоих. Может быть, прилазить через преграды или лазить по скалам на веревках, но в основном это, конечно, ХОДЬБА! У нас есть рация, по которой мы постоянно общаемся со своей коллегой Дэлайлой, которая всегда поможет советам и подскажет, чем тебе сегодня предстоит заниматься. Ну и вот это вот общение, пожалуй, главное, что есть в игре, ради чего в нее люди и играют. Такие, знаешь, дружеские разговоры с юмором и подколами и даже текстовым переводом на русский язык. Короче, Firewatch — это довольно спокойное, даже милитативное блуждание по лесам Йеллоустоуна, часа на 4 геймплея. Что VR-мод привносит в игру? Ну, конечно, одна из причин поиграть в Firewatch — это местные красоты, на которые теперь можно смотреть не на экране монитора, а оказавшись прямо там в игре. А это плюс 1000% к погружению. Контроллеры движения работают, и ты можешь подобрать какие-то вещи своими собственными руками. Ну, а, например, заскриптованные анимации, когда персонаж лезет по скале или спускается на веревки, не были переработаны. Поэтому ты одновременно видишь и свои руки, и руки, которые за тебя цепляются за камни. Но в остальном мод хороший. И если кто-то в свое время пропустил Firewatch, то сейчас самое время наверстать упущенное. Так еще и в виртуальной реальности. VR-мод доступен для ПК-шлемов. И чтобы его установить, тебе сначала потребуется оригинальная игра, купленная в Steam, GOG или Microsoft Store. Потом скачиваешь архив с модификацией на свой компьютер. Ссылки на все необходимые файлы из этого видео будут в описании. Разархивируешь архив с модом в любое место и запускаешь экзефайл Raymanager. В открывшемся окне жмешь Install to Forks VR, а затем Start Game. И все, надеваешь шлем и наслаждаешься игрой. Вторая игра, для которой фанаты соорудили VR-модификацию и про которую я сегодня тебе поведаю, это экшен-рогалик Risk of Rain 2. Суть в чем? Ты появляешься на локации и должен ее исследовать. Вокруг тебя до бесконечности спавнятся орды врагов, и ты их планомерно уничтожаешь. За убийство ты зарабатываешь опыт, то есть повышаешь свой уровень. И золотые монеты, которые потом тратишь на открытие рандомно раскиданных сундуков. В сундуках лежат улучшалки, которые прокачивают все, что только можно. Например, плюс 10% к урону или шанс у крита. Эти эффекты складываются, и с каждым открытым лутбоксом ты становишься чуточку сильнее. Вообще, в Risk of Rain очень много различных артефактов, которые так или иначе влияют на геймплей. Какие-то добавляют активную способность, например, возможность летать или запускать во врага рой ракет. Какие-то добавляют пассивные способности, например, двойной прыжок. Или когда ты стоишь на месте, вокруг тебя появляется аура, которая лечит тебя и союзников. Ну а также можно отремонтировать дроны, которые после этого будут летать за тобой и либо хилять, либо помогать в бою. В конечном итоге, после того, как ты залутал все, что хотел, тебе необходимо найти портал, активировать его, убить босса и всю ту нечисть, которая из него вылезла. И затем через этот портал отправиться на следующий уровень, где ты, скорее всего, будешь заниматься абсолютно тем же самым. И так будет продолжаться до тех пор, пока ты не умрешь. Ну а так как это рогалик, если ты помер, весь прогресс теряется и все придется начинать сначала. Чем дольше ты будешь играть и чем дальше ты будешь забираться по мере прохождения, тем больше будет достижений, которые ты откроешь. Ну а за достижения будут разблокироваться новые персонажи. В игре их аж 14 штук. И новые способности для них. И это будет мотивацией снова и снова идти в рейд и гриндить раз за разом. Что привносит виртуальная реальность в игру? Ну, изначально Рискл Врейн 2 это шутер от третьего лица. В то время как в VR он превращается в пострелушку от первого лица. Так как игра полностью поддерживает контроллера движения, ты сам своими ручками целишься во врага. То есть это абсолютно другой взгляд на знакомую игру. И это очень круто выглядит и играется. Весь необходимый интерфейс перенесли на запястье. А активные способности используются на курки и бамперы контроллеров. Сначала кажется, что управление немного неудобное. Но это просто нужно немного привыкнуть и все будет нормально. Для VR уже вышло довольно много хороших рогаликов. И хорошо, что благодаря этой модификации еще на один отменный роуглайк стало больше. VR-мод доступен для ПК-шлемов. И чтобы его установить, нужно сначала купить и установить оригинальную игру в Стиме или Эпик Геймсторе. Если игра куплена в Стиме, зайти в свойства и проверить, не стоит ли галочка «Игровой кинотеатр» в режиме виртуальной реальности. Если стоит, то убрать ее. Потом скачать программу R2 ModMan и в ней в поиске найти Risk of Rain 2, выбрать платформу и тут через вкладку «Онлайн» найти и установить вот эти три мода. А затем нажать кнопку «Старт модод», «Надеть шлем» и «Играть». Ну и напоследок поговорим про настоящую классику игровой индустрии. Произведение аж 2001 года выхода. Речь пойдет о возвращении в замок Вольфенштейн. Это вторая игра в серии про похождения шпиона Пи Джей Бласковица во время Второй мировой войны. Главный герой попадает в плен к фашистам, выбравшись из которого нам предстоит в одиночку уничтожить целую армию фрицев. И разгадав оккультные тайны Третьего рейха, вступить в бой еще и с ожившими мертвецами и даже немецкими киборгами-убийцами. Но надо понимать, что эта игра вышла больше, чем 20 лет назад и тогда игры делали по-другому. Сейчас геймеры привыкли к тому, что всегда есть метка на карте, ну или нужный уступ всегда измазан яркой краской. В то время ничего такого не было. У тебя есть только цель, например, покинуть замок. И обладая этой исчерпывающей информацией, ты должен догадаться, что тебе нужно восстановить питание. И для этого ты можешь минут 20 ходить по локации взад-вперед, пока чисто случайно в этой стене не замечешь неприметный рычаг, мимо которого ты уже пробегал три раза. И вот чувство, куда мне вообще идти, очень часто меня посещало. Заблудиться в узких и однообразных коридорах замка Вольфенштейн проще простого. Но все же, Return to Castle Вольфенштейн это бессмертная классика. И некоторые из моих зрителей даже не родились, когда эта игра вышла. В те страдавние времена на нее смотрели с восхищением. И на нее равнялись. Поэтому если ты дед и хочешь вспомнить былое, или если ты юнец и хочешь прикоснуться к прошлому, то сейчас это можно сделать внутри технологии будущего. То есть в шлеме виртуальной реальности. Что VR привносит в игру? Ну, конечно, теперь ты держишь оружие своими собственными руками. И это очень круто. Стрелять можно как держа пушка в одной руке, так и взяв ее в обе. Хотя левая рука вообще не отображается на экране. Из недостатков могу отметить, что есть ощущение, что кнопок на контроллерах второго квеста хватало впритык. Поэтому к раскладке придется немного привыкнуть. И, к сожалению, нормальную перезарядку в модификации не смогли реализовать. Ты просто жмешь на кнопку и смотришь на анимацию перезарядки. Если предыдущие два мода работали только на персональных компьютерах, то VR-мод для Return to Castle Wolfenstein можно запустить только на автономном режиме Oculus Quest 2 или Quest Pro. Для того, чтобы это сделать, нужно сначала установить программу SideQuest на свой ПК. Затем подключить Quest 2 к ПК и через программу SideQuest установить АПК-файл игры Return to Castle Wolfenstein на второй квест. После отключить шлем и запустить игру из неизвестных источников на шлеме. В принципе, игра уже работает, но это демо. И запускали ее мы только, чтобы завершить установку, чтобы приложение создало все необходимые директории. Потом мы устанавливаем ПК-версию Return to Castle Wolfenstein в Steam. Или качаем ее откуда угодно. Теперь заходим в папку с установленной ПК-версией. И снова подключаем шлем к компьютеру. И вот эти файлы из папки с ПК-версией копируем вот в эту папку на втором квесте. Все, теперь у нас на шлеме не демо, а полная версия игры. Можно играть. Конечно, крутых VR-модификаций намного больше, чем три. И мне бы хотелось сделать несколько роликов по этой теме. Но это будет зависеть от того, насколько хорошо зайдет это видео. Поэтому ставь лайк, пиши в комментариях, какие крутые VR-модификации ты пробовал самостоятельно. Ну и, конечно, не забывай подписываться на этот канал. А сейчас я хотел бы передать благодарность всем, кто подписался на мой бусте. А также поддержал канал через Donation Alerts. Большое вам спасибо. С вами был Медведи Водки. Это время VR, в котором мы живем. Водка hunt. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...